Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Кондратьева Ксения Сергеевна. Я являюсь доцентом кафедры гражданского предпринимательского права Высшей школы экономики. И сегодня я расскажу вам про одного из субъектов гражданского права – это граждане. В действительности, я думаю, что вы знаете и других субъектов гражданского права – это юридические лица, публичное образование. Но, наверное, граждане являются самыми распространенными, многочисленными субъектами гражданского права, поэтому хотелось бы поговорить сегодня именно о них. Вот этот слайд, он демонстрирует на самом деле, насколько разнообразное правовое регулирование у нас в сфере деятельности наших с вами физических лиц. И это далеко не все акты, которые содержат нормы, регулирующие те или иные положения. Ну, например, если мы посмотрим с вами гражданский кодекс, мы видим, что здесь есть подраздел второй, который называется «Лица», и он содержит главу третью, которая называется «Граждане» в скобочках «Физические лица». Поэтому мы будем говорить либо «Граждане», либо «Физические лица», рассматривая эти понятия как синонимы. Что содержит гражданский кодекс? Ну, во-первых, то, о чем мы сегодня будем говорить, да, то есть он содержит, например, те характеристики, которые необходимы для того, чтобы гражданин участвовал в гражданских отношениях. Кроме этого, мы с вами увидим, что есть и выделяются законодателям виды дееспособности граждан, да, раскрываются понятия правоспособности, объявления гражданина умершим и другие. Поэтому гражданский кодекс, вот в главе третьей, достаточно подробно регулирует правовой статус гражданина. Семейный кодекс также, как вы понимаете, содержит положения, касающиеся, например, совместно нажитого имущества, которые связаны с гражданским кодексом, поскольку гражданский кодекс тоже регулирует различные режимы имущества. Ну и в том числе, да, режим общей совместной собственности, он у нас урегулирован также в гражданском кодексе, но находит свое отражение и в семейном кодексе. И иные федеральные законы и иное подзаконное регулирование, оно очень-очень обширно, не буду долго останавливаться на этом, но вы можете увидеть сами и посмотреть, какое количество актов есть. Если мы говорим про вообще структуру, да, видов физических лиц, то, как вы понимаете, она достаточно обширна. То есть под физическим лицом у нас понимается несколько видов лиц. То есть здесь мы с вами можем выделить и граждан Российской Федерации, и иностранных граждан, лиц без гражданства, которых классически в римском праве еще называли апатридами, и лиц с двойным и более гражданством, это бипатриды. Поэтому достаточно, да, большое количество физических лиц входит вот в эту категорию. И мы с вами, поскольку говорим именно про гражданина или физическое лицо как субъекта, да, гражданского права, поэтому мы с вами говорим о том, что эти субъекты имеют равные права, да, то есть иностранный гражданин в сфере гражданского права имеет равные права наряду с гражданами Российской Федерации, да, точно так же, как и лица с двойным гражданством имеют аналогичные права, то есть они вправе заключать соответствующие сделки гражданско-правовые, и участвовать иными способами в гражданских правоотношениях, так же, как и граждане Российской Федерации. Если мы с вами, ну, попытаемся сформулировать понятие физического лица, на самом деле оно в гражданском кодексе не определено, ну, мы можем разные понятия давать, вот одно из понятий здесь на слайде представлено, это индивидуальное участие гражданских правоотношений, выступающие от собственного имени, несущие гражданско-правовую ответственность по обязательствам, тем имуществом, которое принадлежит этому физическому лицу. Ну, и здесь мы можем, вот, выделить, да, основные признаки физического лица, это именно участие его как индивидуального, да, субъекта гражданских отношений, в отличие, например, от юридических лиц, где мы можем видеть с вами, да, в составе участников юридического лица, например, общество с ограниченной ответственностью 2 и более участников, да, поэтому здесь разница именно в том, что он индивидуально участвовал в гражданских правоотношениях. Ну, соответственно, когда он становится полноправным участником гражданских правоотношений, а это происходит с достижением совершеннолетия и получением полной дееспособности, конечно, он несет в результате полную ответственность имущественную по тем обязательствам, которые он на себя берет, да, то есть если он заключает сделку по купле-продаже, займу, аренде, то, соответственно, неисполнение им обязательств по данным сделкам влечет возможность привлечения его к ответственности гражданско-правовой и отвечать он будет тем имуществом, индивидуальным его, которое в его частной собственности есть. То есть этим имуществом он будет отвечать по долгам. Мы с вами немножко затронем тему, конечно же, и банкротства гражданина, потому что вы, конечно, скажете, а если у него нет имущества, то как в этой ситуации быть, да? Тогда, конечно, если у него отсутствует имущество и есть долги, есть кредиторы, то в данном случае будет применяться признание института банкротства, то есть признание такого гражданина несостоятельным банкротом. Очень важным моментом является то, что гражданина или физическое лицо в гражданских правоотношениях характеризуют определенные категории, да? Вот вы их можете видеть на слайде. Например, неосторожительство гражданина имеет важное значение в гражданских правоотношениях. В частности, да, если, например, опять же, на примере банкротства вы имеете место регистрации в Пермском крае, да, или в городе Перми, или в городе Аханск Пермского края, то, соответственно, заявление о банкротстве подается в арбитражный суд Пермского края, да? То есть место жительства влияет не только на определение, например, юрисдикции или суда, куда следует подавать заявление, но еще влияет, например, на то, куда направляются юридически значимые сообщения, да, письма, и те же самые исковые заявления и многое-многое другое. Поэтому место жительства в гражданских правоотношениях, да, влияет на многие значимые события. Имя гражданина тоже является важным, поскольку, да, мы с вами знаем, что гражданин, да, он может, например, иметь псевдоним, да, так называемое вымышленное имя, и осуществляет свою деятельность и заключать договоры, да, соответственно, и участвует в гражданских правоотношениях. И здесь возникает вопрос, как он это будет делать, да, по своему собственному имени, либо через псевдоним. Ну вот эти вопросы тоже регулируются гражданским правом. Пол, возраст, социальное положение, уже не буду тоже долго на этом останавливаться, это все категории, которые характеризуют гражданина в имущественных гражданских правоотношениях. Если мы, да, вот немного более подробно остановимся на месте жительства, то гражданский кодекс его определяет местом, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. И что здесь важно, как мы сказали, да, что гражданин должен сообщить своим кредиторам об изменении, соответственно, места жительства, если оно изменилось. И если он об этом не сообщает, то он несет риск тех неблагоприятных последствий, которые могут в связи с этим возникнуть. А место жительства, как мы видим, да, оно согласно Конституции, оно выбирается добровольно, то есть никто не может влиять на выбор и на определение места жительства. Но если мы, конечно, говорим про малолетних, несовершеннолетних, здесь есть свои правила определения места жительства, и они у нас урегулированы Семейным кодексом Российской Федерации. Вот вы видите, что место жительства малолетних, то есть лица от 6 до 14 лет, и недееспособных признается местом жительства их законных представителей, да, то есть, ну, а законные представители детей малолетних, это их родители. При раздельном проживании общее правило родителей, место жительства детей устанавливается либо через соглашение, то есть добровольно, когда родители определяют самостоятельно место жительства, если они имеют разногласия, такое соглашение подписать не могут, тогда суд уже определяет место жительства ребенка. Ну, а если мы говорим про лиц более старших, от 14 до 18 лет, но которые еще не имеют полной дееспособности, и лиц, ограниченных судом, в дееспособности, то они могут место жительства избирать в согласии их законных представителей. Поэтому, как вы видите, вопросы, касающиеся места жительства, имеют большое значение в гражданском праве. То же самое, да, мы говорили про имя гражданина. Если немножко более глубже обратить внимание на регулирование, то здесь мы видим, что у нас регулируются соответствующие вопросы и законом федерального бакта гражданского состояния, и также регулируется семейным кодексом. Поэтому в данном случае вот мы можем посмотреть, да, что в гражданских отношениях гражданин участвуют от своего собственного имени, и в имя гражданина входит либо фамилия, имя и отчество гражданина, либо в зависимости от национальных особенностей, традиций, может, например, входить имя и фамилия без соответствующего отчества. Ну и главным является то, что мы не можем участвовать в гражданском обороте под именем чужого лица, да, если, например, на законных основаниях мы его не изменили. А порядок изменения имени, оно у нас тоже урегулировано. Вот мы видим, да, что по общему правилу определяется оно при рождении, фамилия записывается по фамилии родителей, либо, опять же, если фамилии разные, то через соглашение родителей, либо через орган опеки и попечительства определяется, соответственно, и, да, имя записывается также по соглашению родителей, либо через орган опеки и попечительства определяется, отчество записывается Это по общему правилу по имени отца, если иное не предусмотрено, опять же, какими-то традициями, национальными обычаями определенного субъекта, определенного региона. Но и вправе человек, гражданин изменить свое имя, то есть мы видим регулирование соответствующее, что лицо, которое уже достигло возраста 14 лет, вправе самостоятельно изменить свое имя. То есть фамилию, имя и отчество, а лицо, которое не достигло 14 лет, оно соответственно по совместной просьбе родителей может обратиться в орган опеки и попечительства и орган опеки и попечительства вправе разрешить смену имени. Но если ребенок старше 10 лет, то соответственно необходимо его согласие на изменение его имени. То есть учитывается мнение ребенка, который достиг возраста 10 лет, это конечно тоже очень важно. Основными характеристиками, которые вы конечно же уже тоже знаете, уже слышали из уроков общества знания, являются такие категории, как правоспособность и дейспособность. Это категории гражданско-правовые и они урегулированы у нас гражданским кодексом. Даны соответствующие понятия, определено содержание и многое другое. Вот давайте основные правила мы с вами сегодня рассмотрим. Правоспособность гражданина или физического лица, это способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности. Это понятие у нас закреплено в гражданском кодексе. И законодатель определяет еще и содержание правоспособности, то есть что вообще в нее входит. Для того, чтобы мы понимали размеры, границы вот этой категории. На самом деле законодатель содержит не исчерпывающий перечень правоспособности, то есть лишь примерные. То есть мы можем видеть, что гражданин может и наследовать, и завещать имущество, имущество, может иметь имущество на праве собственности, может заниматься предпринимательской иной, не запрещенной законом деятельностью, может избирать место жительства, как мы уже с вами сказали, может быть автором результатов интеллектуальной деятельности, может совершать различные сделки, в том числе заключать договоры и многое-многое другое. То есть по сути все, что мы можем делать в нашей имущественной сфере, в гражданско-правовой, это все входит в понятие правоспособности физического лица. Что интересным является, интересным является то, что правоспособность, как вы видите, она возникает с момента рождения лица, то есть биологического рождения прекращается смертью, тоже биологической смертью. То есть, соответственно, она признается в равной степени за каждым человеком, вот на протяжении всей жизни человека. И есть основные правила, например, такие, что мы с вами не можем отказаться, то есть подписать какое-то соглашение, договор от правоспособности. То есть мы видим, что полный или частичный отказ от правоспособности или другие какие-то сделки, направленные на ограничение правоспособности, они ничтожны. То есть мы не можем заключить сделку, что в течение своей жизни мы отказываемся от того, чтобы иметь имущество на праве собственности. Это будет означать, что наша правоспособность в части возможности заключать сделки, которые влекут возникновение права собственности, дарения, купли-продажи, иные сделки, мы с соглашением ограничили это. То есть такая возможность, она законодательством не предусмотрена. То есть в этом случае такая сделка будет просто являться ничтожной сделкой. Дееспособность физического лица – это вторая категория, и она уже более, да, практика применима. И здесь мы уже говорим про какие-то конкретные ситуации, какие-то конкретные сделки, которые вправе совершать лицо в зависимости от возраста, либо в зависимости от особенностей его психического положения. И в зависимости, конечно, от этого, опять же, у нас идет определенное разделение. То есть законодатель выделяет определенные виды дееспособности. О них мы сейчас тоже с вами поговорим. Но прежде вот перед вами понятие, которое тоже закреплено в Гражданском кодексе – это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. И вы видите, что здесь именно выделено словосочетание своими действиями. То есть дееспособность, исходя даже из понятия дееспособность, да, то есть она зависит от нас. Это наши конкретные действия, которые создают, изменяют или прекращают гражданские права и обязанности. То есть, например, вот мы с вами пришли в магазин, хотим купить, не знаю, молоко, хлеб, пельмени, все что угодно. Соответственно, мы в этом случае с вами заключаем договор розничной купли-продажи, да. То есть мы своими действиями, когда приходим в магазин, выбираем товар, подходим к касте, даем деньги, мы таким образом, да, совершаем сделку. И за счет наших действий у нас возникают определенные, да, обязанности. Этим категория дееспособности отличается от правоспособности. Ну, давайте посмотрим общие правила, да. Ну, как мы все с вами тоже знаем, полная дееспособность, она достигается лицом в 18 лет. Но есть у нас некоторые исключения, когда полная дееспособность возникает до достижения возраста 18 лет. И они вот здесь указаны, да. Это два случая. Первый случай – это вступление гражданина в брак до достижения возраста 18 лет, влечет как раз возникновение полной дееспособности у лиц, вступивших в брак. И второй случай – это случай, который называется эмансипация. Вы тоже, я думаю, это слово уже однозначно слышали. То есть эмансипация – это когда лицо, достигшее 16 лет, либо работает по трудовому договору, либо, согласие законных представителей, занимается предпринимательской деятельностью. И в этом случае такое лицо может быть эмансипировано, то есть объявлено полностью дееспособным. То есть вот эти два случая – вступление в брак и эмансипация – являются основаниями для того, чтобы полная дееспособность возникла до достижения возраста 18 лет. Давайте посмотрим другие категории, другие виды дееспособности. Неполная дееспособность, она зависит от возраста лица. То есть мы видим здесь возраст определен и разделен на две группы. Это малолетние от 6 до 14 лет и несовершеннолетние от 14 до 18 лет. И регулирование у них, конечно же, отличается, да, потому что все-таки малолетние в силу возраста, в силу развития своих психических, эмоциональных, умственных способностей, да, оно еще не способно заключать какие-то более серьезные, например, сделки. И законодатель это учитывает. Вот давайте посмотрим. Общее правило для малолетних, что все сделки от них совершены, от их имени, совершаются их законными представителями, но в нашем случае чаще всего родителями. Соответственно, если у нас малолетний заключил сделку самостоятельно, да, вот сделку, которая не является исключением, сейчас мы про исключение с вами поговорим, ну, например, взял и продал компьютер, да, или продал телефон, то, соответственно, эта сделка является ничтожной, да, то есть она будет являться недействительной, и родители вправе подать в суд заявление о признании такой сделки недействительной, это повлечет возврат этого имущества, да, и передачу обратно денег, передача обратно имущества, то есть стороны будут приведены в первоначальное положение, в такое, которое не существовали до заключения сделки. Но, но есть у нас три случая, когда малолетний может самостоятельно совершать сделку. Они тоже у нас указаны в гражданском кодексе, вот вы их видите. Это мелкие бытовые сделки он вправе совершать самостоятельно, это сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, но при этом, которые, да, не требуют государственной регистрации, либо нотариального удостоверения, и совершение сделок по распоряжению средствами, которые предоставлены вот этим малолетним законными представителями, их родителями, либо согласие родителей предоставлены каким-то третьими лицами, бабушками, дедушками, дядями, знакомыми, друзьями и так далее. Ну, что можно сказать? То, что касается мелких бытовых сделок, да, здесь, конечно же, у нас возникают некоторые споры в практике, потому что категория оценочная, у нас нет и не установлено какого-то порога, например, до 1000 рублей, это мелкая сделка, а свыше 1000 рублей, это уже сделка крупная. То есть такого, да, вот какого-то показателя у нас нет. То есть сделка является мелкой, и суд в конечном итоге определяет ее, исходя из финансового положения и обеспеченности конкретной семьи, да, то есть для семьи она является мелкой или нет. И сделка должна носить бытовой характер, то есть должна быть направлена на удовлетворение каких-то бытовых потребностей. То есть, как я уже сказала, продажа компьютера не является ни мелкой сделкой, ни направленной на удовлетворение бытовых потребностей. Но чаще всего такими сделками являются, вот родители отправили купить хлеб, молоко, вот эта мелкая бытовая сделка. Сделки направлены на безвозмездное получение выгоды – это дарение, да, то есть когда в дар такой несовершеннолетний получает что-либо, да, например, там подарила ему бабушка книгу, подарили ему друзья какой-то, там, не знаю, мяч спортивный, еще что-то, то есть это вот сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, но не любое дарение, да, они могут совершать самостоятельно. То есть если, например, речь идет про недвижимое имущество, да, то, что требует государственной регистрации, такие сделки, конечно, совершают только законные представители за них. Ну и ответственность по таким сделкам, которые совершены малолетними, да, несут их законные представители. То есть ответственность имущественная лежит на родителях в этом случае. Так, следующая категория, да, у нас человек становится постарше, и возможности его в части гражданского права по заключению сделки, сделок тоже расширяются, и участие в гражданских правоотношениях. Ну, например, лица от 14 до 18 лет уже сделки совершают самостоятельно, но необходимо письменное согласие их законных представителей. Если этого согласия получено не было, а он такую сделку совершил, то она является уже оспоримой. То есть родители могут, например, как оспорить такую сделку, признать ее недействительной, так могут и не оспаривать такую сделку, сказать, ну, дорогой сын, мы подумали, посмотрели, посчитали, сделка не в ущерб нашим интересам и твоим, поэтому мы эту сделку не признаем недействительной. Более широкие возможности у нашего с вами несовершеннолетнего в плане самостоятельного совершения сделок. То есть понятно, что он может совершать все сделки, которые самостоятельно мог совершать малолетний, которые мы только что с вами перечислили, но к ним присоединяются еще несколько видов возможных действий. Во-первых, несовершеннолетний в праве самостоятельно распоряжаться своим заработком, а он в праве осуществлять уже самостоятельно права автора результатов интеллектуальной деятельности, если он создал какое-то творческое произведение, например, написал песню, стихи, поставил танец или еще что-то сделал, что рассматривается у нас как результат интеллектуальной деятельности исключительных прав. Он также в праве вносить вклады в кредитные учреждения, распоряжаться ими, может быть членом кооператива по достижению возраста 16 лет. То есть более широкие у него возможности есть в плане самостоятельного совершения сделок. Ну и ответственность по таким сделкам он несет самостоятельно, потому что в имущественной сфере он уже более свободен, потому что он, во-первых, может заниматься и трудовой деятельностью, заключать трудовой договор, он может распоряжаться стипендией или иным доходом, например, если он положит денежные средства во вклад и будет получать соответствующие проценты, то здесь у него уже возможности гораздо шире. Какие у нас еще две категории есть вида дееспособности? Это ограниченная дееспособность лица и лица полностью недееспособные. Ну буквально несколько слов про эти две категории. Когда у нас вообще встает вопрос о необходимости ограничить лицо в дееспособности? И здесь мы видим, у нас два критерия должно быть. Не какой-то из них по выбору, а именно два. Первое, что гражданин имеет пристрастие к азартным играм, наркотическим средствам, злоупотребляет спиртными напитками и тем самым ставит свою семью в тяжелое материальное положение. То есть, например, если у такого лица нет семьи и он, получается, злоупотребляет соответствующими видами средств, то это не является основанием для признания его ограниченно дееспособным. А вообще признает лицо ограниченно дееспособным, недееспособным только суд. Только в судебном порядке возможно осуществить ограничение дееспособности, признание лица недееспособным. И вы видите здесь указание на главу 31 Гражданского процессуального кодекса, которое предусматривает порядок. То есть, какое заявление подается, кто вправе подать соответствующее заявление, как оно рассматривается, в какие сроки оно обжалуется. Все это содержится в Гражданском процессуальном кодексе. Соответственно, суд, если признает лицо ограниченно дееспособным, устанавливает в отношении него попечительство. И такое лицо, оно вправе совершать только мелкие бытовые сделки. Все остальные сделки такое лицо совершает только в согласии своего попечителя. Ну и такие лица, они, соответственно, и сделки, которые ими совершены без согласия попечителя, являются оспоримыми, то есть более мягкими. То есть их в последующем можно признать недействительными, а можно не признавать недействительными, если, опять же, эта сделка не во вред, не в ущерб такому вот лицу, ограниченному в дееспособности. Соответственно, лица, так, извините, лица недееспособные. Здесь уже мы говорим про особенности, да, ну первое, это наличие психического расстройства. Ну и, соответственно, это вот элемент первый медицинский, второй юридический, то есть когда гражданин не понимает значение своих действий и не может ими руководить. То есть, соответственно, в отношении такого лица суд устанавливает уже опекуна, ну и сделки любые, да, совершает за такое лицо недееспособное его опекун. То есть не с согласия, как в случае ограничения недееспособности, а прямо очень жесткий запрет на совершение таким лицом сделок. И если такое лицо все-таки совершит сделку, то оно будет являться ничтожной. То есть вот такие вот достаточно жесткие правила. Ну, соответственно, также в судебном порядке у нас лицо может быть, да, да, отменено в отношении него, вот это вот действие правила и признание его недееспособным. Например, из категории недееспособным лицо может перейти в категорию ограниченно-дееспособных лиц в зависимости от ситуации, от развития его заболевания и так далее. Буквально еще несколько слов, да, относительно тех изменений, которые у нас произошли в рамках реформирования гражданского законодательства. Мы видим, что 2015 года появилась возможность признать недействительную сделку с лицом, которое не признанно ограничено дееспособным, но в момент совершения сделки в силу каких-то вот особенностей, да, психических, оно не могло понимать значение своих действий, руководить ими. То есть в этом случае законодатель тоже говорит о том, что и в таких ситуациях возможно признать сделку недействительной. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, конечно же, о предпринимательской деятельности и, конечно же, о банкротстве, потому что, ну, к сожалению, да, у нас эти категории часто взаимосвязаны. То есть гражданин, занимаясь предпринимательской деятельностью, он может в конечном итоге, да, прийти в ситуацию, когда у него долгов, пассивов больше, чем его активов, имущества. Ну и тогда мы можем говорить лишь о банкротстве. Вот мы видим, что статья 23 Гражданского кодекса говорит о том, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, но с необходимостью осуществления государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. И новое правило, которое у нас установлено, что отдельные виды предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены осуществления такой деятельности, которая тоже носит предпринимательский характер, но без государственной регистрации, так называемые самозанятые, может быть, вы уже слышали уже, то есть Пермский край входит вот в этот регион, регион, который применяет вот этот специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход. Ну и, соответственно, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя такие лица вправе заниматься предпринимательской деятельностью и, соответственно, уплачивать налоги в бюджет. Но если мы говорим про какие-то характеристики предпринимательской деятельности, то это деятельность самостоятельно осуществляемая, деятельность, которая носит рисковый характер, то есть вы можете в результате этой деятельности как получить прибыль, так и не получить прибыль, а можете вообще, как мы сказали, уйти в ситуацию банкротства. Поэтому вот эта деятельность, которая осуществляется систематически и носит рисковый характер. Ну и, соответственно, как мы с вами знаем, отвечает у нас физическое лицо по обязательствам всем принадлежащим ему имуществам. Ну, здесь, если вы захотите более глубоко погрузиться в тему предпринимательской деятельности, вы можете увидеть разъяснение вышестоящих судов, которые у нас являются обязательными для нижестоящих судов, которые они применяют. Вот здесь есть постановление Пленума Верховного Суда об исковой давности. И здесь говорится о том, что к предпринимателям могут применяться правила, которые применяются к юридическим лицам, поскольку юридические лица коммерчески осуществляют предпринимательскую деятельность. Здесь тоже, да, деятельность их связана с получением дохода. И законодатель в некоторых случаях, он, соответственно, приравнивает предпринимателей к юридическим лицам. Так, статья 25, она у нас посвящена несостоятельности банкротства гражданина. Ну, собственно говоря, мы можем увидеть понятие, да, что гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и или исполнить обязанность по оплате обязательных платежей, может быть признан несостоятельным банкротом по решению арбитражного суда. И, собственно говоря, гражданский кодекс отсылает нас к специальному закону, к федеральному закону о несостоятельности банкротства, который был принят в 2002 году, уже достаточно давно. И, соответственно, он как раз и содержит тот порядок, те процедуры, которые применяются у нас к гражданину, который признан банкротом. Ну, и здесь важно сказать, например, что у нас к гражданину применяются две процедуры, три процедуры, извините. Это реструктуризация долга, реабилитационная процедура, это процедура реализации имущества и третья из возможных процедур – это заключение мирового соглашения. То есть, если у гражданина есть возможность, свою платежеспособность восстановить, то есть у него есть доход, есть имущество, которое можно реализовать, и мы видим, что за определенный срок долги его могут быть погашены, тогда суд ведет процедуру реструктуризации долга. То есть, будет утвержден план, соответствующий реструктуризации, который наш с вами должник гражданин будет выполнять. Если суд видит, что объективно возможности восстановить платежеспособности нет, да, есть, например, задолженность в размере 1 миллиона рублей, есть, например, у него заработная плата в размере 30 тысяч рублей, понятно, что, да, из этой заработной платы ему необходимо выплачивать еще прожиточный минимум, а у него могут еще быть на иждивении несовершеннолетние дети, либо иные лица, например, престарелые родители, то, конечно, невозможно будет восстановить платежеспособность и отсутствует имущество, да. Поэтому в этом случае суд вводит процедуру реализации имущества. Ну и последнее, мировое соглашение, это, собственно говоря, не как самостоятельная процедура, хотя законодатель ее таковой называет. Мировое соглашение можно заключить на любой из процедур, которые я назвала. Можно заключить и на процедуре реализации имущества, и реструктуризации задолженности, то есть такая возможность у нас дается. Если мы говорим про признаки банкротства для физического лица, то здесь, ну, такие основные признаки, это наличие задолженности, которые свыше 500 тысяч рублей неисполнения, да, взятых на себя обязательств в течение трех месяцев, с даты, когда они должны были быть исполнены. Но, например, гражданин вправе самостоятельно обратиться с заявлением, и в том случае, когда он видит, что удовлетворение требований одного кредитора приведет к невозможности удовлетворения требований иных кредиторов, и эта ситуация может возникнуть в случае наличия задолженности менее 500 тысяч рублей. Поэтому, да, и в ситуации, да, когда задолженность выше 500 и менее 500, у нас есть право либо обязанность по подаче соответствующего заявления. Ну, и если мы говорим про субъектов, которые вправе подать заявление о банкротстве, то, как вы уже поняли, сам должник, да, может подать соответствующее заявление на себя. Это могут быть конкурсные кредиторы, то есть кредиторы по сделкам, например, взял он договор, заключил займа, не отдал денежные средства вовремя, не возвратил, да, соответственно, этот кредитор вправе подать заявление о банкротстве. Либо есть у него обязательства перед бюджетом, да, есть у него задолженность по налогам, иным сборам в бюджет, во внебюджетные фонды тоже, соответственно, налоговое вправе подать соответствующее заявление. В банкротстве она называется уполномоченным органом. Вот, и если мы говорим про последствия, которые у нас возникают после прохождения, после завершения, соответственно, банкротства, ну, законодатель их устанавливает, устанавливает определенные сроки. Ну, во-первых, для невозможности, например, заниматься предпринимательской деятельностью есть ограничения в части того, что нельзя, да, становиться руководителем юридических лиц, участвовать в управлении юридическими лицами. В случае, если вы берете займы, кредиты, вы обязаны указывать на факт своего банкротства, вновь подать заявление на банкротство самостоятельно, вы можете не ранее, чем через пять лет после завершения предыдущей процедуры. Вот, ну, такие вот последствия, которые законодатель устанавливает для лица, которое у нас признается несостоятельным банкротом. Но, соответственно, задолженность, которая у него была, да, и которая не была погашена, удовлетворена в ходе процедур, соответственно, она признается невозможной ко взысканию, да, то есть гражданин у нас освобождается от долгов. Но здесь тоже есть определенные исключения, то есть у нас есть обязательства, которые носят строго личный характер, и по ним освободиться невозможно. Ну, например, алиментные обязательства, моральный вред, причинение вреда жизни или здоровью другому лицу. Все это тесно связано с личностью, и эти требования остаются, то есть они в ходе банкротства невозможно от них освободиться. Ну, вот, собственно говоря, такие основные правила, которые у нас есть для такого субъекта, как физическое лицо. Презентацию я вам, да, также оставлю, вы можете ею пользоваться, и я думаю, что в случае подготовки, да, к обществознанию вы сможете более глубоко, да, погрузиться в соответствующую тему. Спасибо всем за внимание. Спасибо.